Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Анна Заболуева. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Вернулись за парты. В Саратове открылись школы после дистанционного обучения. Дети занимались дома из-за высокой заболеваемости ОРВИ и в целях безопасности заразиться ковидом. Делают дороги и тротуары. В Балакове завершается масштабный ремонт. В асфальт закатывают весь город. Расскажем, что уже сделано. С помощью компьютера в Саратове готовят выставки цифрового искусства. Откроются они в ближайшую пятницу. Какая температура на дворе ждет саратовцев в среду 13 октября на Святого Григория? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Снова в школу. В Саратове начали очное обучение. За парты вернулись абсолютно все классы. Специалисты отмечают улучшения по ОРВИ. Из-за этого и отправляли школьников на дистант, которые обучались в домашних условиях чуть больше двух недель. А вот в соседнем Энгельсе ситуация немного иная. Екатерина Сулейманова отправилась туда и расскажет об эпидемиологической обстановке на сегодня. В школе только младшие классы. В Энгельсе за партой вновь сели ученики начальной школы. Сегодня первое занятие. В классах почти все. Двухнедельный дистант пошел на пользу, говорят педагоги. Многие дети выздоровели. Учиться дома малышам сложно. Об этом рассказывают и родители, и учителя. Если говорить о первых классах, то, конечно, ребятам дистанцию очень тяжело, потому что есть такой предмет письмо, который лучше всего обучаться непосредственно в контакте с педагогом. Когда учитель смотрит и наблюдает за тем, как осуществляется этот процесс, как детки пишут, следят, корректируют эту работу, это минус дистанта, безусловно. В регионе открыли далеко не все школы. 18 так и не работают в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Точечно закрыты отдельные классы и группы в детских садах из-за COVID-19. В Саратове решение о выводе учащихся с 1 по 11 класс приняли в связи с улучшением статистики. Вчера мы получили информацию о том, что пороговые значения по заболеваемости детского населения ниже пороговых значений. Рекомендаций для продления такой формы обучения, как дистанционные, с применением электронных образовательных технологий у нас нет. Поэтому, учитывая эпид-обстановку, было принято решение, что образовательные организации начинают работать в привычном для них режиме. Пока саратовские школьники вышли учиться, на дистанционное обучение начали уходить студенты. На данный момент речь идет о 8 вузах области. Да и количество заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему не снижается. В регионе вновь побит антирекорд. Больше 360 человек заболели за сутки. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24. В Министерстве здравоохранения региона тоже считают, что удаленное обучение сыграло положительную роль. Заболевших и ОРВИ, и коронавирусом стало меньше в два раза среди детей. С начала года COVID-19 был зарегистрирован у 5000 несовершеннолетних. Сейчас коронавирусом они тоже болеют и не всегда легко или бессимптомно, как думали раньше. Об этом поговорим с заместителем министра здравоохранения региона Денисом Грайфером. Денис Александрович, правда ли, что дети стали больше болеть именно коронавирусной инфекцией? Дети стали болеть чаще. Их доля, в общем, количество заболевших увеличивалось с 5% до 10%. К сожалению, больше 100 детей сейчас находятся на стационарном лечении наших лечебных учреждений. Хочу напомнить, что это 4 учреждения. Областная инфекционная больница имени Иванова, 5-я детская инфекционная больница, Балаковская клиническая больница и Саратовская областная детская клиническая больница. Естественно, там дети находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. При удовлетворительном течении заболевания дети получают медицинскую помощь на дому. А дало ли результаты дистанционное обучение? И какие рекомендации Вы дали бы тем, у кого заболел ребенок? Показала практика и данный Роспотребнадзор о том, что разобщение и дистанционное обучение позволило снизить темпы прироста заболеваний среди школьников почти в 2 раза, что позволило вновь вернуть всех на очное обучение. Любое заболевание лучше предотвратить, чем лечить. И чем раньше мы начнем лечение, тем более эффективно, и мы сможем победить этот вирус. Поэтому при заболевании Вашего ребенка, ввиду сложности диагностики между обычной эспираторной вирусной инфекцией и новой коронавирусной инфекцией, я Вас прошу оставлять Ваших детей дома, не водить их ни в садик, ни в школу. По возможности даже разобщить здорового ребенка от больного, если у Вас в семье есть несколько детей, что позволит нам прервать вот эту цепочку передачи вируса. Спасибо. На наши вопросы о заболеваемости коронавирусом среди детей отвечал заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер. Закатывают в асфальт, в Балакове идут масштабные работы. Пока позволяет погода, дорожники продолжают ремонтировать тротуары и дороги. Например, сейчас на Саратовском шоссе скопление тяжелой техники. Здесь находится самый большой участок ремонтируемых тротуаров. Стоимость объекта 14,5 миллионов рублей. В настоящее время специалисты укладывают асфальтовое покрытие рядом с жилыми домами. На работу приехал посмотреть и глава региона. Он отметил, что для ремонта были выбраны самые востребованные направления, ведущие к соцобъектам и крупным жилым микрорайонам. А уже местные чиновники пообещали, что работы будут закончены к 1 ноября. Когда последний раз у Балаково в таком объеме строились тротуары, ремонтировались? Родился и вырос в городе Балаково. Моя память такого не было. В таком объеме, такого количества тротуаров, объектов, подходных к соцсферам, дорог. Это большая составляющая для города, для жителей. Вамка благоустройства. Хорошо. Ну давайте завершайте. Только с хорошим качеством, с хорошим контролем. Позже чиновники отправились и на улицу братьев Захаровых. Здесь ведется строительство новой дороги, которая проходит через островную часть города и соединяет мост Победы с новыми микрорайонами. Работы идут на участке протяженностью 800 метров. Напомню, в этом году жители Балаково обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой построить эту дорогу. На сегодняшний день она готова уже на 80%. Осталось заасфальтировать порядка 100 метров. На месте строительства трассы были переложены инфраструктурные коммуникации, ведущие к частному сектору. Как отметил Валерий Радаев, раньше здесь никогда не было дороги. А теперь осталось немного времени, и по ней будет запущен транспорт. Это позволит местным жителям почувствовать положительный эффект от такого обновления городской инфраструктуры. По дорогам еще надо работать. По дорогам только начало. Учитывая, что у вас теперь есть дорожный фонд, вы можете сами планировать уже на следующий год, сколько будет дорог. Потому что хорошие у вас где-то до 100 миллионов. 200. 200 миллионов. Это хорошие деньги для того, чтобы с дорогами изменить ситуацию. Трактвары подтянули, дворы обратить внимание надо и дороги. Саратовцы чаще всего увольняются из-за низких зарплат. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших порталов по трудоустройству. Для этого провели масштабный опрос. В крупных городах страны у граждан спрашивали, как часто они меняют место работы и почему. Около половины респондентов признались, что в этом году уже успели сменить работу дателя. Их не устраивала сумма заработка. Чаще об этом говорили водители, кондукторы, завхозы и уборщики. Почти треть работников решили попробовать себя в другой сфере, потому что им наскучило. Выполняли слишком банальные задачи. А двое из десяти и вовсе не справились с нагрузкой. Это, пожалуй, главные причины для увольнения. Мы решили выяснить у саратовцев, как часто они меняют место работы и устраивают ли их зарплаты. Я думаю, что здесь, в Саратове, все-таки с работой попроще, чем в Приморье, потому что здесь больше услуг, сфера услуг, больше магазинов. В коммерции где-то можно будет поработать. В Приморье еще хуже ситуация с работой. Вот те должности, которые здесь есть, точно такие же должности, такой же объем работы, такой же график на юге, будет где-то на 8-9 тысяч меньше, чем в Саратове. А вы в какой сфере работаете? В предоставлении услуг МФЦ. Вас устраивает лично зарплата ваша? Я, да. Как минимум больше 50, а лучше 70, ну и выше. Но это в моем понимании, чтобы, наверное, жить без каких-то таких вот зажиманий. Ну и там как бы нужно больше и опыта работы, и из себя больше спрос. То есть, та работа, которая легче, она по-любому будет дешевле ценится. То есть, тебя пока это устраивает? Пока, да. На такую зарплату, которую получают люди, жить невозможно. Цены растут, а зарплаты нет. А вот вам лично сколько нужно в месяц? Ну, как минимум 100 тысяч. Ну, вы зарабатываете 100? Да. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. После мы вернемся в студию, продолжим знакомить вас с новостями. Мама, а куда это ты собралась? Мы с отцом едем отдыхать. Все работают, а вы отдыхать. На нас работают наши сбережения, а гарант-кредит помогает получать стабильные доходы. Ваш гарант-кредит. Телефон 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант-кредит». Удобная и выгодная кооперативная программа по сбережениям. Здравствуйте. В среду, 13 октября, на Святого Григория, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, небольшая облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Днем до плюс 17, а ночью до плюс 5. Партнер прогноза погоды – офтальмологическая клиника «Точка зрения». Ваше зрение – наша забота. В клинике «Точка зрения» Саратов – современное оборудование для лечения катаракты, квалифицированные специалисты, признанные в России, высококлассный сервис и низкие цены. Сделав операцию у нас, пациенты получают отличное зрение на всю жизнь. Телефон 251798. Сделайте правильный выбор. В Саратове и Англисе ветрено и сухо. Температура днем до 16, а ночью до 6 выше 0. Атмосферное давление около 760 мм в ртутную столба. Предки подметили, если в этот день падал снег или снежная крупа, то вскоре жди мороза. И надо полагать наоборот. А спонсор прогноза погоды – рекламное агентство «Наше время в наших делах». Двигатель вашего бизнеса. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Рекламное агентство «Наше время в наших делах». Мы лидеры на рынке продвижения товаров и услуг в городе Балакова. К нам прислушиваются. Нас цитируют. Мы всегда на виду. А значит, о вас узнает весь регион. «Наше время в наших делах» – двигатель вашего бизнеса. Телефон 32-6197. Искусство будущего. В Саратов привезли сразу несколько передвижных выставок, где представлены фотоработы и цифровые картины. Сейчас их начали устанавливать в залах Радищевского музея. Экспозиции станут частью 4-го международного фестиваля современного искусства «Артмодерн». Так, фото-выставка «Ограничения» от Ветхого Завета до COVID-19 собрала в себе работы 20 художников из разных городов России и Пекина. Объединяет их все. Тема запрета. Ограничения сопровождают человека с момента его рождения. Даже вот Рубе-матери, он все равно находится уже в ограничении. Это ограниченное пространство. Поэтому они разные. Они бывают внутренние, они бывают внешние. Там очень масса всяких нюансов. И мы хотели на этой выставке немножко рассказать об этом, о совести человека, о тех ограничениях, с которыми он живет всю жизнь, или которые приходят и уходят. Но так или иначе, они составляют какую-то его часть. Также в Радищевском музее будет открыта выставка цифрового искусства. Работы созданы с помощью компьютерных программ. Часть из них, напечатанных на холсте, есть и анимированные. Их будут воспроизводить на мониторах. По словам художников, на создание такого произведения искусства уходит немало времени. К тому же нужно знать и умело использовать большое количество компьютерных программ. Так как искусство всегда следует за технологическим процессом, то, естественно, художники не могут не использовать такие широкие возможности, которые им предоставляет цифровая техника. А возможности реально широкие. Поэтому даже так вот рассказать трудно, потому что здесь много работ еще не включено, которые на мониторах или световые панели. Мультимедиа подразумевает мультидисциплинарность. То есть там разные техники сочетаются, там аудио, там программирование задействовано. Откроются выставки в ближайшую пятницу. Посетителей ждут в Радищевском музее в 6 вечера. А вот проработают они до конца октября. Прошли дальше в Еврокубке. Саратовские гонболисты готовятся к следующему сопернику из Старого Света. Какому решит жеребьевка? Матчи запланированы на конец осени. А пока аграрии могут сосредоточиться на российском чемпионате. Пока СГАУ выступает с переменным успехом. Закрепиться сверху турнирной таблицы поможет игра со ставропольцами. Матч проходит на домашней площадке. На поединок отправился и Роман Базан. У него все подробности. В спорткомплексе юбилейный очередной матч мужской суперлиги по гонболу с ГАУ Саратов принимает Ставропольский Виктор. Гости в этом сезоне показывают не лучшие свои результаты. Команда Северного Кавказа расположилась на 10 месте, одержав лишь одну победу и 6 раз проиграв. Саратовские гонболисты на пятой строчке чемпионата России в активе желто-черных. Их три победы и хороший шанс подняться в турнирной таблице. Ну, стабильности хотелось бы, но тут ситуация такая была. Несколько матчей без тренера пришлось играть, к сожалению. Сам по себе знаю, что без тренера это очень тяжело. Команда по-другому настраивается. Надеюсь, сейчас придут победы. Верим в это. На днях стало известно, что саратовские гонболисты продолжили успешное участие в Еврокубке. Прошли в следующий раунд, даже не выходя на площадку. Дело в том, что сопернику из Финляндии засчитали техническое поражение. Все из-за пандемии. И теперь Агрария ожидает жеребьевку, чтобы узнать, с какой командой придется сразиться в третьем раунде Европейского Кубка. То, что мы прошли финский клуб, ну, как без борьбы получается, мы все-таки прошли. Это не наша вина, это вина наших соперников только-только. Мы готовы были ко всем событиям, которые были, ну, и готовы были к игре. Мы по игре готовы были пройти, но так получилось, как бы они отказались ехать в Россию. Мы в этом ни в чем не виноваты. На матч со Ставропольцами вышли и одни из лучших снайперов страны. Александр Рыжков и Сергей Болотин на двоих. Игроки забросили около сотни мячей. У них неплохие шансы улучшить статистику. После матча с Виктором саратовцы сыграют еще три домашних матча подряд. Среди соперников и грозные чеховские медведи победитель Кубка европейских чемпионов. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов 24. Расскажут о главном на страницах печатного издания. В продаже появился очередной номер газеты «Провинциальный телеграф». Его уже можно спрашивать в специализированных газетных киосках и в отделениях Почты России. На этот раз журналисты издания расскажут о том, как в Саратове новые троллейбусы становятся жертвами дорожных конфликтов. Почему обязательно надевать маску в общественных местах, даже если ты вакцинирован или у тебя есть антитела. Также в новом номере можно познакомиться с полной телепрограммой телеканала «Саратов 24». Напомню, очередной выпуск газеты «Провинциальный телеграф» уже в продаже. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях, мы есть и в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»